Всем привет! В нашей группе в Телеграме появился эксклюзивный перевод SCP-2752. Ссылка в описании. SCP-2399. Повреждённый разрушитель. Объект номер SCP-2399. Класс объекта Кетер. Особое условие содержания. Ввиду местонахождения и природы SCP-2399, его физическое содержание в настоящее время невозможно. Внедрённые в крупные обсерватории агенты фонда производят изъятие видео и фотоизображений SCP-2399. Текущая дезинформационная кампания на сегодня позволяет успешно подавлять распространение среди широкой публики любого знания о SCP-2399. Спутники фонда на орбите Юпитера ведут постоянное наблюдение за усилиями SCP-2399 к саморемонту и любыми средствами помешать этому процессу в случае, если SCP-2399 будет завершён как минимум на 75%. Кроме того, на высокой орбите Юпитера размещен периметр. Из спутников электромагнитного радиоподавления дальнего действия системы Барьер. Любые передачи, перехваченные этой системой, незамедлительно декодируются и протоколируются. В случае починки SCP-2399 более чем на 75% или возникновения информационной бреши в помеховом периметре, назначенный персонал фонда ведёт в действие протокол Легионер 5. Смотрите приложение 2399-L5, если таковой будет к этому времени завершён. Описание. SCP-2399 представляет собой массивную сложную механическую структуру, в настоящее время находящуюся в нижних слоях атмосферу Юпитера. Со времени его визуального обнаружения в 1963 году было отмечено, что SCP-2399 при помощи высокотехнологичного вооружения на основе антиматерии создаёт пространственные искажения и опустошительное атмосферное «данные удалены», наблюдаемое в виде масштабного вихря красного цвета и широко известное как «большое красное пятно». SCP-2399 повреждён, возможно, из-за столкновения с ИО, предшествовавшего его прибытия в текущее местоположение. Отмечено, что для ремонта этих повреждений SCP-2399 выпустил множество мелких восьминогих ремонтных дронов. Некоторые из них остаются вблизи SCP-2399, другие патрулируют ближайшие луны или углубляются в атмосферу Юпитера с целью поиска недостающих деталей. Компьютерное моделирование показывает, что SCP-2399 исправен на 59%, ремонтируясь на 0,78% в год. В 1970 году этот показатель составлял примерно 0,12%. Несмотря на неисправное состояние, SCP-2399, похоже, обладает безграничным запасом энергии, усовершенствованным электромагнитным экранированием, антиматериальным вооружением, способным к саморемонту, и точной системой отслеживания и наведения. Смотрите приложение 2399-2B. Ввиду огромной разницы в технологическом уровне создателей SCP-2399 с земным, SCP-2399 в настоящее время невозможно уничтожить никакими доступными человеку средствами. Теоретически SCP-2399 может оставаться уязвимым для достаточно мощного электромагнитного импульса. К сожалению, такой технологии еще не существует. С 1971 года SCP-2399 принимал беспрерывный поток сигнала на основе электромагнитных волн, исходящий из галактики треугольник, примерно в 3 миллионах световых лет от Земли. Цели прибытия SCP-2399 в нашу Солнечную систему, как и назначение этих сообщений, неизвестны. С 1971 года по 1985 год SCP-2399 постоянно получал единственное закодированное сообщение, которое, как показали попытки расшифровки и перевода, похоже, представляет собой команду о ремонте полученных им при входе в нашу Солнечную систему повреждений. По истечении этого времени была создана система барьер для перехвата этих сообщений. Это совпало с периодом начала радиомолчания источника сообщений до 1906 года, когда началась трансляция другой команды. Система барьер до сих пор успешно препятствовала получению этой команды объектом. Смотрите приложение 2399 протокол сообщений. Обнаружение SCP-2399 Впервые SCP-2399 обнаружил, сам об этом не подозревая, Джованни Кассини в 1665 году. Ниже приведена выдержка из дневника Кассини, перевод с итальянского. 08.09.1665 Я наблюдал что-то необычное в небесах прошлой ночи. Глядя в свою зрительную трубу, я увидел что-то напоминающее звезду, величайшей люминесценции, пронесшуюся от дальней границы нашей Солнечной системы. Я никогда не регистрировал еще объекты, который двигался бы так быстро. Оно прошло внешние планеты менее чем за два часа. Я смотрел и особственными глазами видел, как оно замедлилось, достигнув Юпитера. Сделало резкий поворот и исчезло в самой планете. Я видел после этого множество вспышек света, но, хотя и продолжал всматриваться до восхода Солнца, я не заметил никаких дополнительных волнений в ночном небе. Я обязан продолжать документировать эти изменения, и я оповещу своих коллег, когда настанет день. 15.10.1665 Прошлой ночи я привел Питера в свою обсерваторию. Лишь через неделю с той ночи, когда я увидел в небесах огненный дождь над Юпитером. Он принес с собой свою трубу, и вместе мы устремили наши взоры на гиганта. К нашему удивлению произошли изумительные перемены. Там, где когда-то далекий мир был раскрашен в разноцветные полосы, теперь находится большое красное пятно, в месте, где звезда остановилась на поверхности Юпитера. Питер, конечно, усомнился, что такое удивительное открытие могло произойти на наших глазах. Я продолжаю вести наблюдения. 18.10.1665 Сегодня ночью я смотрел в свою трубу, и жизнью своей, клянусь, наблюдал нечто, выглядящее для меня как взрывы, и звездные вспышки в нашем красном пятне. Боюсь, мой ум играет со мной злую шутку, ибо с рассвета астрономии не было никаких сведений о столь яростных вспышках на небесном теле. Завтра я поговорю с Питером, и надеюсь, получу от него несколько советов по этому вопросу. 19.10.1665 Питер видит то же самое, что и я. Когда я обратился к нему со своими проблемами, он сообщил мне об аналогичных. И в дальнейшей дискуссии мы пришли к выводу, что это должна быть некая мощная реакция на павшую звезду, которую я наблюдал в первую ночь, и она не является следствием наших собственных недостатков. Мне остается лишь догадываться, что за катастрофическое событие постигло нашего небесного соседа. Следует продолжить нашу работу над документированием этого. Приложение 2399-Б Модуль Барьер-53 обнаружил, что один из ремонтных дронов SCP-2399 сближается с обломком, опознанным как часть поврежденной системы связи. Ввиду природы этого конкретного компонента и последствий допущения восстановления его объектом, модуль Барьер-45 была дана команда открыть огонь по дрону при помощи своих боевых ударных батарей. Батареи выпустили заряд, однако дрон остался неповрежденным. Видеоматериал, снятый модулем Барьер-53, показывает, что выпущенный в направлении ремонтного дрода заряд сбит в 5 км от цели другим зарядом, выпущенным SCP-2399. Командование потеряло контакт с модулем Барьер-45 через 15 секунд после первой атаки. Видеонаблюдение показывает, что SCP-2399 данные удалены, полученную пространственную аномалию, возникшую в данные удалены, устранение модуля Барьер-45 силами модулей Барьер-44, 51 и 55. Ни в коем случае не допускается в дальнейшем атака любым из модулей Барьер-самого SCP-2399 или выпущенных им дронов. Приложение 2399-2C, проект GIGAS. После событий было решено, что уничтожение или выведение из строя SCP-2399 является необходимой мерой. Используя ресурсы фонда, а также 45 государств в частности, и была запущена и выведена на орбиту вокруг Европы платформа, несущая боеголовок общей мощностью в мегатонн, и боеголовок оснащенных эми-детонаторами в содобрении 15 глав государств и О5-5-5-5-5-5-5-5-5. Весь груз проекта GIGAS был запущен в сторону SCP-2399. Данные удалены. Ведется разработка альтернативных методов уничтожения SCP-2399. Приложение 2399-5. Итак, SCP-2399. Вы никогда не задумывались? Возможно, услышав о ДТП на улице, где вы только что находились, или о бомбардировке города, в котором вы недавно побывали, как вам повезло, что вы остались живы. Сколько же всего должно пойти правильно, чтобы вы могли продолжать свое существование? Через несколько секунд слишком поздно, через несколько секунд слишком рано. Кто-то что-то уродил и потянулся за ним, и вот автобус с людьми врезается в другой автобус с людьми. Время от времени случаются такого рода вещи. Мы даже могли бы сказать, что случаются слишком часто. Но для того мы и здесь, чтобы защищать тех, кто сам не может защитить себя от вещей, о которых даже не знает. Однако в полной мере мы это осуществить не можем. Сколько бы вещей, грозящих уничтожить всех нас, мы не смогли бы содержать, сколько бы из них мы не могли держать под замком, остается все еще слишком много таких, с которыми мы ничего не можем поделать. Возможно, они слишком большие, или слишком сильные, или слишком могущественные. Любая из этих вещей может стереть человечество из бытия, просто моргнув. Тот факт, что этого до сих пор не произошло, простая удача. SCP-2399, однако, несколько отличается. У нас мало информации о мотивах, происхождении и полезных возможностях SCP-2399. Мы не понимаем, каким образом оно способно к коммуникации через такие большие расстояния. И почему те, кто его построил, если его вообще кто-то строил, отправили его к нам в первую очередь. Мы не знаем, что произойдет, если SCP-2399 сможет полностью восстановить себя, или если часть нашей системы будет повреждена, или сообщение сможет пройти. Мы не знаем, что тогда будет, поэтому мы должны предполагать наихудшее. Судя по тому, что мы видели, если SCP-2399 достигнет Земли, он успеет уничтожить нас первыми. Но иногда человечество получает небольшую помощь. Иногда что-то встает на пути апокалипсиса, как для нас, так и для SCP-2399 это был Юпитер. Поскольку SCP-2399 начал замедляться при подходе к Земле, Кассини увидел то, что мы смогли прояснить. Что SCP-2399 столкнулся с Ио, был поврежден и не мог избежать притяжения Юпитера. Его оружие активизировалось по назначению, но Юпитер испытал Судный день, а не мы. Однако вполне вероятно, что SCP-2399 в конце концов сможет достичь полной функциональности. И наверняка сумеет оторваться от Юпитера и направиться к цели. Сегодня мы могли бы сколь угодно долго бросать в него бомбы с Эмми, Но у нас нет никаких свидетельств того, что что-либо из этого его хотя бы поцарапает. Наоборот, опыт показывает, что с ним вообще ничего не происходит. Если бы это произошло сегодня, мы бы несомненно были бы уничтожены. Юпитер дал нам время. На данный момент SCP-2399 остается там, собирая себя воедино, В то время как мы придумываем способ остановить его. Так или иначе, мы ведем гонку вооружений с этой вещью. Наши лучшие прогнозы дают нам около 25 лет, пока оно не сможет услышать что-то через нашу подавляющую систему. До тех пор мы должны использовать предоставляющуюся нам возможность. Мы должны использовать данное нам время и не позволить ему быть потраченным впустую. Таким образом, мы разработали протокол Легионер. Один гигантский Эмми, получающий питание от бог знает чего, При поддержке такого града ядерного оружия, которого хватило бы, чтобы уничтожить нашу цивилизацию тысячу раз. Грубый план простой и бесполезный, скорее всего. Наши исследователи и ученые по всему миру до сих пор не смогли разработать даже способ доставить такого рода импульс, Не говоря уже о способе запитать его. Мы понятия не имеем, не сможем ли мы завершить Легионер вовремя, не то как он сработает, если будет завершен. Но мы должны попытаться, мы должны что-то сделать, даже если мы опустошим наши счета в банках и запасы в шахтах. Мы должны попытаться. Не часто предоставляется возможность увидеть потерявший управление автобус, грозящий нам смертью, и отскочить в сторону. Юпитер, сам того не желая, предложил нам этот шанс. Я предлагаю принять его. Рэндалл Макалин, директор проекта Барьер. Зона. Приложение 2399, протокол сообщений. Информация для персонала с уровнем запуска 4 и выше. Все приведенные ниже сообщения следует понимать, как непрерывно повторяющиеся, пока не будет упомянуто новое сообщение или период радиомолчания. 1971. Устройство повреждено. Ремонт. 1985. Обновление команды. Сохранять позицию. Ремонт. 1985. Период радиомолчания. Создана система Барьер. 1906. Цель в недосягаемости устройства. Направиться к планете номер 3 в системы координаты уделены. Ремонт. 2005. Цель в недосягаемости устройства. Направиться к планете номер 3 в системе координат удалены. Движение к цели приоритетно. Прекратить ремонт.